В 1993 году в Московском доме кино устроили вечер по случаю 20-летия фильма «17 мгновений весны». А вас я попрошу остаться. Неожиданно один из зрителей в зале задал вопрос, который разозлил режиссера Татьяну Леознову. Почему навстречу не пригласили автора сценария, писателя Юлиана Семенова? Посвященные люди знали, что писатель и режиссер много лет даже не здоровались. У них была какая-то полемика, спор. Достаточно длительный. Оказалось, что раздор был вызван финансовым вопросом. Семенов не уступил Леозновой часть гонорара, как соавтору сценария. Гад какой! В советском кино всегда крутились очень большие деньги. Хорошие режиссеры были богатыми. Был уровень художников неприкасаемых. Они жили отдельной своей счастливой и могучей жизнью. О том, сколько стоили любимые советские фильмы и сколько зарабатывали их создатели, говорить было не принято. Какие деньги? Конечно, об этом раньше не думали. Разговор про деньги был просто моветон. Это было не принято говорить, но это было приятно считать. Три портигара отечества. Куртка замшевая. Но рядом с большими деньгами всегда нога в ногу шли большие соблазны, предательство и зависть. Ты малородственник, у тебя все по блату. Зависть. А кое о чем. Кинематографисты предпочитают помалкивать и сегодня. Что, я должен вам микрофон? А вы меня в прокуратуру сдадите. Забирай бабки. Здесь ровно две тысячи. В 1989 году работники «Мосфильма» были потрясены размером гонорара, который выплатили режиссеру Петру Тодоровскому за картину «Интердевочка». Я получил на «Мосфильме» 120 тысяч. Это была немыслимая сумма. 550 среднемесячных зарплат в те годы. Такого за 70-летнюю историю главной киностудии страны еще не бывало. «Мосфильм» бурлил. Кажется, других тем для обсуждений не осталось. Ведь огромный гонорар получил не только режиссер. Директор группы 80 тысяч, оператор 90 тысяч. И все, 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 все. До последнего, до уборщицы. Понимаете? Вот. Все актеры получили какие-то огромные деньги. По тем временам гонорар за эту картину был не только неожиданным, а просто фантастиногорическим каким-то. Спасибо. Когда я видела сумму, я сначала начала расписываться. Ручка так, знаете, как-то... Потому что гонорар по тем временам казался баснословным. Это правда. В то время не было контрактов и коммерческой тайны. Деньги получали в общей кассе, и в ведомость мог заглянуть любой. Слабонервные не выдерживали. От зависти рушились дружеские связи. Наталья, раньше больше 50 марок я у тебя не находил. Мне рассказал директивиста, что ее самая близкая подруга, тоже директор картины, перестала с ней разговаривать. Оплата режиссерского труда на киностудиях страны была строго и четко регламентирована. После просмотра готового фильма худсоветом, картине присуждалась категория, в соответствии с которой и оценивался труд режиссера. Категории было четыре. Первая. Режиссеру такого фильма выплачивали 6 тысяч рублей. Вторая – 4 тысячи. И самая низкая – третья категория. Третья – это значит или антисоветчина, или слабая картина. Это третья категория. Постановочная третья категория – 2 тысячи рублей. Реже остальных фильму присуждали высшую категорию. При этом высшая категория не означала, что фильм – безусловный шедевр. Если давали высшую категорию, значит, этот фильм – советский, наш родной, коммунистический. Высшая категория для режиссера – от 8 тысяч до 10. 8 или 10 зависело от дружбы режиссера с председателем Госкино. Иногда фильм получал одну категорию, а в прокате собирал огромное количество зрителей. И тогда принималось решение категорию повысить, а режиссеру доплатить к уже выплаченному гонорару. Ну, например, когда мы с Митой сделали экипаж, нам сразу дали первую. А когда 70 миллионов посмотрела, пересмотрели на высшую. К этой системе все привыкли, и менять ее никто не собирался. А группа Тодоровского первая после перестройки воспользовалась предоставленным хозрасчетом и не прогорела. Впервые в истории кино в титрах фильма «Интердевочка» появилось слово «продюсер». Слава тебе, Господи. Жена Петра Тодоровского «Мира» однажды прочла повесть Владимира Кунина о нелегкой доле девочек, зарабатывающих телом. И решила заказать сценарий под рабочим названием «Фрэкентанька». Я поняла, что это то, что будут смотреть, и что можно это сделать, и что можно на этом заработать деньги. Ну, я ему сказала, а слабо тебе снять такое кино про проститутку. Он сказал, ты что, с ума сошла? Что я знаю про проституток? Я фронтовик. Мира Тодоровская убедила снимать фильм не только мужа и руководства студии, но и нашла шведского инвестора, который согласился финансировать картину. Всю вторую серию снимали в Швеции. Шведы считали каждую копейку и привыкли, что в их кино все работало как суперточный механизм. А тут они никак не могли понять, почему, значит, то со светом что-то, то еще с чем-то, еще с чем-то, то почему-то забыли какой-то реквизит, ждем, пока его... Ну, наше кино, оно родное, оно любимое, оно вот такое вот и должно быть, а они этого не могли понять. Я здесь совсем чужая. Было ощущение, что русские такие богатые и не считают денег. У нас время – это деньги, а они могли несколько часов ждать, когда у них протрезвеет осветитель, и только тогда начать работу. Положи кредитную карточку, мне надо дело. Впервые в истории советскому кинофильму не присваивалась категория, а авторы зарабатывали с проката своей картины. А в прокате фильм имел оглушительный успех. Когда Мира Тодоровская посчитала доходы, она поняла, что не ошиблась. Хватило, конечно, хватило и на квартиру, и на дачу. Хватило денег, конечно, конечно. Зато шведский продюсер фильма прогорел. Он был фермер, разводил бычков, и это приносило ему огромные деньги. Он хотел, чтобы у интердевочки был шведский вариант, отдельный, и поэтому он вложил свои деньги. Но стать успешным кинопродюсером у него так и не вышло. Выяснилось, что он не заплатил налог с расчета, что такое, 40 миллионов долларов. Его посадили в тюрьму. А он субсидировал. Я должен был приехать и там у них делать одну серию из этого всего. Вот. На этом все и заглохло. На киностудии «Мосфильм» в 70-е числилось 160 режиссеров. А фильмов в год выпускалось около 60-ти. Основной доход в разные годы приносили картин 10, а то и всего 2. Но руководство студии это не смущало. На первом месте стоял тематический план в кино. То есть несколько фильмов о революции студия обязана сделать в этом году. Несколько фильмов о рабочем классе, несколько фильмов о крестьянстве. А все остальное это потом. О любви это... Какая любовь. Какая любовь. Тот, кто удачно попадал в тематический план и при этом сумел угодить и зрителю, и руководству страны, получал главный приз – стабильность. Режиссеры, лауреаты государственных премий, орденоносцы за свое будущее были спокойны. В 70-е годы были режиссеры, которые были приклеены к высшей ставке. Что бы ни делал Сергей Герасимов, у него была высшая ставка режиссера. Да, это я лично. Когда в 1974 году на экраны вышел фильм «Дочки матери», у автора сценария, драматурга Александра Володина, была к режиссеру Герасимову только одна претензия. Не могли герои его истории, московские педагоги, жить в такой роскошной по-советским меркам квартире. Володин, конечно, знал, что Герасимов снимал домашние сцены не как обычно в павильоне, а в собственной квартире на Кутузовском проспекте, где он жил с женой Тамарой Макаровой. Только картины сняли со стен, оставив голые обои. Конечно, уровень жизни советских преподавателей, в том числе и московских, был совсем другим. Если в родне не было видных деятелей науки, искусства и партии, то, как и всей стране, им приходилось довольствоваться в лучшем случае хрущевками, в худшем – коммуналками. Такую отдельную просторную квартиру, которая показана в фильме, мог позволить себе очень узкий круг людей. И Герасимов был в их числе. Мебель из карельской березы, она тогда стоила баснословно, а уж сейчас это какой-то мрамор-то дешевле, по-моему. У них, наверное, была какая-то корпоративная мебель, то есть у всех была карельская береза. Это некрасиво говорить о том, что это было богато, но это, естественно, поражало воображение советского человека, потому что казалось, что ты попал в музей. Дочки-матери провалились в прокате, собрав вдвое меньше, чем американские «Золото Маккены» и советские «Калина Красная». При этом фильм «Шукшина» искромсали цензоры, и он чудом вообще вышел на экраны. А Герасимов, как обычно, без проблем, получил гонорар по самой высокой ставке. Парадокс заключался в том, что в состав худсовета, который принимал фильмы, входили все те же режиссеры-корифеи. Естественно, среди них был и Герасимов. И они друг другу давали категории. Картина не очень, там, предположим, у Райзмана «Визит вежливости». Не очень. Ну, надо дать первую, потому что через два месяца я буду сдавать картину. Думал, там, за архив. Поэтому Юлий тоже за меня проголосует. Одним из тех, кто числился постоянным членом худсовета, был Сергей Бондарчук. В режиссуру он пришел довольно поздно. Был профессиональным актером. В 30 лет сыграл главную роль в фильме «Тарас Шевченко». И эта роль изменила его жизнь. Образ Шевченко и фильм, наверное, в целом понравились Сталину. Вскоре после премьеры на самом высоком уровне было принято беспрецедентное решение присвоить Бондарчуку звание народного артиста СССР, минуя звание народного артиста РСФСР. О том, что ему дают народного СССР. Мне сообщила одна актриса, у которой в глазах стояли слезы от этого. Какое же это вызывает в людях зависть. Зависть была. Она его преследовала. После успеха своей дебютной режиссерской работы фильма «Судьба человека» Бондарчуку поручили выполнить госзаказ. Постановку фильма «Война и мир». За право снять эту картину он боролся с классиком советского кино Иваном Пырьевым, который, потерпев фиаско, до конца жизни не здоровался с Бондарчуком. Съемки эпопеи заняли 6 лет. На производство этого фильма работало несколько десятков советских предприятий. Армия. Бюджет фильма составил около 100 миллионов долларов США по ценам 1967 года. Россия для войны. В 1969 году «Войне и мир» у Бондарчука Американская Академия киноискусства присудила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. В Лос-Анджелесе награду получала актриса Людмила Савельева, сыгравшая Наташу Ростову. С тех пор завистников у Бондарчука прибавилось, а в мосфильмовских коридорах стали шептаться о его неслыханных доходах. Ведь он был чуть ли не единственным кинематографистом, которому разрешали работать по ту сторону железного занавеса. Он снимался в Италии и Югославии, ставил фильмы совместно с коллегами из Великобритании, Мексики, Чехословакии и Польши. Говорили о его зарубежных счетах, но это было вымыслом. Открытие загрансчета в каком-либо банке в советское время, это означало 15 лет тюрьмы. На него писали анонимки, пытались разоблачить тайного миллионера. Ведь советские законы позволяли строго наказывать любого в случае нарушения финансовой дисциплины. 88-я статья уголовного подороса гласила, что 5 долларов у тебя тянут на 10 лет срока. Но Бондарчук был осторожен и законопослушен. Часть денег, заработанных им за границей, поступала в Госкино. А его гонорар переводился в так называемые чеки, которые заменяли в СССР валюту. И ими можно было расплачиваться в специализированных магазинах. Но эти чеки отоваривали как в Березке, так и за границей. Он выезжал же, но спокойно мог пойти в посольство в Париже, да, и там купить в этом магазине что хочешь на те же чеки. Сергей Федорович мог покупать практически на свои гонорары не только себе, но и своим близким что-то. Это могло быть, что дорогой тогда было? Квартиры дорогие, да. У него три квартиры, мы знаем. Дачи. Сергей Федорович был миллионером. То есть если взять, суммировать то, что он получил как премию, один Оскар, это 100 тысяч долларов, да, то, естественно, он был миллионером. Да, конечно, это были деньги большие, но за этим стоял труд двух, трех, пяти лет. Это был огромный гигантский труд, на котором режиссеры надрывались, получали инфаркты, лежали в больницах, выходили, на носилках их приносили, они что-то снимали. Это вообще очень такая, при всей ее привлекательности, это очень сложная профессия, которая отнимает огромное количество сил. Многие коллеги по цеху тяжело переживали успехи Бондарчука. Но сколько бы ни копали под него завистники, он был неуязвим. Ну вот он такой и был, что все подчинено работе, но чтобы он вот или ругался, или кого-то там далеко послал, зачем-нибудь, вот, я никогда этого не слышала. Насолить Бондарчуку пытались и через родственников. Муж его дочери Натальи от первого брака с Инной Макаровой, актер Николай Бурляев, несколько лет вынашивал мечту снять в качестве режиссера фильм о Лермонтове. Ему категорически, ничем не мотивируя, несколько лет отказывали. Однажды Бурляев рассказал о своих мадарствах тестю. Бондарчук в те годы возглавлял на Масфильме студию «Время», которая имела право на собственные постановки. И он мне так за чаем тихо, спокойно мне говорит, а что, Микола, делай у меня в объединении. И этим он решил проблемы мои. На стол председателя и директора студии «Масфильм» полетели гневные письма. Острые на язык завистники даже дали прозвище Бурляеву и Бондарчуку, который параллельно со съемками «Зятя» вел работу над фильмом «Борис Годунов». Обнимемся. На Масфильме рядом наши кабинеты, и кто-то мне шутку, значит, кто-то донес мне шутку обо мне, мол, «Зять Годунова» так прозвали. Фильм «Лермонтов» раскритиковали коллеги. Один известный кинокритик упрекнул Бурляева в том, что режиссер не дал работу другим актерам, а снялся в картине сам, снял тещу, жену и сына. Я пробовал многих актеров, актрис на все роли. На все, включая на роль матери, на роль бабушки, на маленького Лермонтова, очень многих пробовал. Но победили члены моей семьи. Его высокие заработки, государственные награды и премии, его обособленность и высокий статус Бондарчуку припомнили все в мае 1986 года. На Пятом съезде кинематографистов, которые острословы называли вместо исторический «истерический», Бондарчука, Ростоцкого, Озерова, Матвеева, ушедшего уже тогда Герасимова, назвали киномафией, которая выписывала себе огромные постановочные, запровальные картины. У Бондарчука был сердечный приступ. Больше в кино он не работал. Я приехал кинопанораму снимать, и такой маленький домик, и он говорит, а я иду кредисочку сажать. Я говорю, как, вы, Сергей Федорович, вы Бондарчук, а что, говорит, меня сейчас не нужно никому. В 70-х годах зрители в среднем посещали кинотеатры 4 миллиарда раз в год. Рентабельность советского кинематографа составляла 900% годовых. По сравнению с доходами государства, рядовые работники киноиндустрии получали сущие копейки. Но соблазн взять чуть больше, чем положено, был велик. Из любого бюджета в нашей жизни можно своровать. Бюджет кинокартины для воровства в этом отношении не является каким-то исключением. О некоторых самых предприимчивых, а точнее сказать, жуликоватых директорах картин, которые отвечали за бюджет фильма, на киностудиях слагали легенды. Семечная группа приехала в сибирскую далекую деревню, и директор картины объявил, значит, кто хочет сниматься в фильме, завтра приходите, все приносите 3 рубля и паспорт. Значит, и они в ведомости расписывались, 3 рубля, там такой-то, паспорт такой-то. Он сдавал эту ведомость, как будто он выплатил эти деньги. На самом деле, эти 3 рубля, которые им положено было, он брал себе, да еще брал 3 рубля, которые приносили вот эти бедные крестьяне за надеждой увидеть себя в кино. Потом эти крестьяне пришли в кино посмотреть сцену, в которой они снимались, а режиссер, не зная об этой договоренности, эту сцену вырезал. Они написали про правоохранительные органы, и, соответственно, директора посадили. Таких историй десятки. Но даже через много лет коллеги не называют имена героев самых известных финансовых киноскандалов. У меня на картине был такой случай. Мы снимали в Риге, и нужно было в Ригу отвезти 10 американских автомобилей из Москвы. Мы тоже снимали автостраду там, зарубежную. После окончания картины разговаривал с одним из каскадеров, который выполнял там обгоны на этих машинах. Я узнал, что его машина, оказывается, не транспортировалась в закрытом вагоне Москва-Рига, а он приехал по дороге. Я говорю, а остальные? И остальные так же приехали. Тогда я так осторожно стал узнавать, а что же, собственно, шло в этих вагонах. Оказалось, что в этих 10 вагонах они были до верха загружены такими дефицитными в Риге московского производства хлебницами, значит, которые отвезли в Ригу под нашу съемочную и там сдали. А обратно эти вагоны, значит, как бы с автомобилями ушли с латышскими яблоками, которые пошли на рынки. То есть люди хорошо на этом деле заработали. Знали или нет остальные члены съемочной группы о таких художествах? На суде они всегда заявляли, что нет, и за решетку отправлялся крайний. Делали это директора. К нам это никаким образом не относилось. Однажды для одного знаменитого фильма понадобилось построить несколько деревянных домов, которые предстояло сжечь в кадре. На это выписали несколько сот кубометров лесоматериалов и по документам доставили их в Сибирь на съемки. На самом же деле нашли деревню в Подмосковье, которая шла под снос, и сцену пожара сняли там. А выделенные на фильм материалы продали. Хороший лес, фанера. Мог ли один человек провернуть такую аферу? Суд постановил, что да. Шесть лет тюрьмы. Меньше всех зарабатывали актеры. По закону они не имели права ни на что, кроме гонорара. Поэтому жили от фильма до фильма. Экономили суточные, когда их отправляли на заграничные фестивали. Например, Лидия Смирнова, актриса, извините меня, первого ряда, народная артистка, она мне с гордостью показала свою коллекцию. Коллекция состояла из вот таких маленьких упаковок мыла, которые она собирала во время зарубежных поездок. Зато сценаристы могли заработать даже больше иных режиссеров. Им полагались потиражные выплаты, независимо от категории картины. Прокатчики, в отличие от худсоветов, чутко улавливали вкусы публики. Поэтому быстро ориентировались и увеличивали количество копий, если, как они говорили, фильм пошел. Современная аппаратура обеспечит отличное качество демонстрации фильмов. Они понимали, там умные люди в прокате сидели, что этот фильм даст прибыль большую. Они же с них тоже требовали планы, деньги. Гони рубль, растенец, не Афоня! Рубль должен был! Вот Афоню было две с половиной тысячи копий. Сейчас таких копий вообще не бывает, количество копий в мире, никогда и не было. Это было выгодно и авторам. Они к уже выплаченному гонорару получали еще и потиражные. И я получил, 21 тысячу за Афоню получил. По советским временам зарплата была 120 рублей в месяц у инженера. На свой гонорар в 1975 году автор сценария Афони Александр Бородянский мог купить 70 холодильников ЗИЛ, 115 стиральных машин или сразу три Волги. Я купил квартиру за 3400 рублей. Вот это достижение из этого гонорара было реальное. Драматург из жизни Люб, написавший кроме Афони сценарии к еще 40 фильмам, Александр Бородянский деньги копить так и не научился. Спускал их на друзей, подруг, рестораны, выезжи на курорты и дорогой импортный алкоголь из магазина «Березка». А это мой друг Коля. Конечно, если бы я не, Таня не слышит, не гулял, то это деньги, можно было два дома купить. Совсем другим был автор родни, полетов во сне и наяву и еще почти 60 сценариев Виктор Мережко. Много лет все свои деньги он откладывал на сберкнижку, начиная с гонорара за первый сценарий, который в 1967 году составил 4000 рублей. Следующий сценарий был 6000, 6000, 8000. На какие цели копил деньги сценарист Мережко, он и сам не знал. Но, как бы то ни было, счастья они ему не принесли. Как и его коллега транжира Александр Бородянский, бережливый Мережко все равно остался ни с чем. У меня на книжке сгорело 152 тысячи рублей. Я ни дачу не купил, ну, советская власть, надежная власть, я складывался, перечисляли на книжку, 152 тысячи, представляете, что такое? Волга стоила 10 тысяч рублей. Значит, я мог купить 15 влог. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Молодые авторы кинохитов 70-х сами себе казались без пяти минут миллионерами. И только позже они поняли, что все познается в сравнении. гранатуре. Когда я получил это и считал большие деньги, мне те старики, директора, говорили, Саша, тебя же обманывали, я говорю, ты бы до 30-х годов, в начале 40-х, получил бы 400 тысяч. Они же все вот эти, те, кто, ну, известные были, они, поэтому у них были машины, дома, деньги у них остались еще и долго после, они получали бешеные деньги. Вот это тогда были бешеные деньги. Первый фильм с голливудским размахом в 34-м году поставил Григорий Александров после стажировки в Голливуде. Правительство тех лет действительно щедро одаривало Орлову и Александрова и не только гонорарами. Зарубежные поездки, элитная жилплощадь, всевозможные премии. Все это было частью договора. Вы нам кино про красивую жизнь в СССР, а мы вам эту самую красивую жизнь. Мир кино в советскую эпоху это был действительно мир марсиан. Я не представляю, как у них крыша не ехала просто. Об их богатой, не советской жизни говорили много. Сплетничали, что Орлова летает в Париж за платьями и делает пластические операции точь-точь, как американские звезды. Мне кажется, что это больше сплетни, чем правда. Говорили, что у нее было такое шале в Швейцарии, я уверен, что это вранье. В их доме появился первый американский холодильник Роллс-Ройс. Советских тогда еще не выпускали, а по столице Александров возил свою красавицу-жену на единственном в СССР Мерседесе. Советское правительство выделило своим кинолюбимцем гектар земли недалеко от Внукова. Свой дом Александров и Орлова построили, впечатлившись виллой Чарли Чаплина, куда однажды были приглашены. Мама мне говорила, что она была совершенно поражена, поражена тем, что Внуковская дача по ее представлению была таким американским, голливудским уголком поблизости от Москвы. Чем же эта дача так поразила? У Любови Петровны был камин. Большая редкость в Советском Союзе в тот период времени. Камин это принадлежность буржуазии. И получить разрешение на строительство камина, вот печку, пожалуйста, а вот камин как-то не очень в Советском Союзе приветствуется. Ну, а самое главное нет. Самое главное это выносная терраса. Не балкон, а большая выносная терраса, которая, наверное, метров 20-25 квадратно доминирующая над домом и который стоит на каких-то колоннах. Вот это, конечно, тот колониальный стиль американский, который был распространен в то время в Соединенных Штатах. Все предметы мебели, занавески были сделаны из какого-то цветного ситчика и мебель была покрыта в цветочных букетах чехлами. Таких чехлов никто не заводил. Это казалось очень расточительно. Надо же, столько денег потратили просто на украшения. Теперь понимаешь? Теперь понимаешь. Молодая советская власть очень быстро поняла пользу кинематографа и денег на него не жалела. В 1924 году все мелкие кинофирмы объединили в единую организацию Совкино, а прокат, в том числе иностранных картин, национализировали. Деньги, получаемые от закупки и проката идеологически вредной зарубежной продукции на развитие советской кинографии. Первым директором Совкино и автором реформ был чекист, заместитель Дзержинского Василий Манцев. Ну, он в 1937 году был объявлен врагом народа. Получил пыль у затылок и вычеркнуто из истории. Следующего руководителя Совкино Бориса Шумятского тоже расстреляют. Но за пять лет его руководство молодое советское кино стало приносить хорошую прибыль. Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? И тогда в партийных кабинетах созрел грандиозный план. Создать советский Голливуд. Руководитель тогдашней кинографии Шумятский съездил в командировку в Америку. Был восхищен и решил повторить этот опыт у нас, но только еще круче. Должно было построить огромный киногород. В Крыму в первую очередь было 400 фильмов, потом 600 и итог к концу 30-х годов уже вытянуло 800 фильмов. Если бы все это сбылось, то никакого Голливуда не было в помине, наверное. То есть мы были бы круче, мы бы 10 раз, 100 раз зарабатывали и было больше. Но на русский Голливуд у государства не хватило денег. А когда в 1938 году Совкино возглавил следующий чекист Семен Дукельский, срезали гонорары и творцам, которые уже привыкли зарабатывать, мягко говоря, прилично. Настолько прилично, что не могли в принципе потратить, потому что тогда особенно купить такого что-то дорогостоящее, то есть проскошествовать нельзя было. И поэтому деньги у них копились, копились, они куда-нибудь еще их там девали. Успешный фильм кормил не только режиссера и сценариста. Долгие годы самым богатым человеком советского кино оставался композитор Исаак Дунаевский, которого называли «Красный Моцарт». Его песни из кинофильмов ежедневно исполняли на концертах, печатали на пластинках, они звучали по радио. И за каждое исполнение на банковский счет Исаака Дунаевского, как говорили, капала копеечка. Было специальное постановление подписанное Советом Народных Комиссаров о том, что Дунаевский Исаак получает такие отчисления от своих песен, которые звучат с 34-го года по всей стране. Там цифры были замазаны в этом постановлении, но по сравнению со всеми другими, я понимаю, со всеми наркомами, нарком получал, как я понял, в два раза меньше, чем Исаак Дунаевский, композитор. Кино давало очень серьезный, конечно, заработок композитору, но он был, конечно, превышал значительно все другие. Если обычный фильм стоил две с половиной тысячи, то за музыкальный композитор получал уже четыре. Квартира, которую я занимал в доме композиторов, стоила шесть тысяч рублей. Полтора музыкальных фильма или два обычных. Дунаевский-младший написал для кино втрое больше отца. Но формула успеха у них была одна. Если в картине есть шлягер, то он будет жить своей жизнью и приносить доход долгие годы. Наравне с композиторами зарабатывали и авторы текстов к песням, чем вызывали страшную зависть и раздражение классических литераторов. Лёня Дербенёв как-то с газетой пришёл злой, ужасно. Значит, какой-то поэт написал статью в литературной газете о том, что вот поэты серьёзные, настоящие поэты наши получают гроши, а вот такие, значит, шлягерщики, как Дербенёв, получают по сто тысяч рублей в год. Он швырнул, говорит, ну какое враньё, ну какое враньё. Я говорю, Лёнь, чему ты возмущаешься? Он говорит, чему возмущаюсь? Да гораздо больше я получаю, чем сто тысяч рублей. 184, дубль 5. На протяжении десятилетия режиссёры фильмов обижались на то, что они, в отличие от сценаристов и композиторов, не получали денег с проката своих картин. Складывалось впечатление, что власть, которая придумала это правило, не очень понимала, что именно режиссёр был создателем и хозяином фильма. Когда награждали создатели фильма «17 мгновений весны» государственными наградами, самой низкой оказалась оценка работы Татьяны Леозновой. Выходит указ, вот там как раз, где и Тихонов был отражён. Леознова получает меньший орден, чем Пляд, чем Тихонов, и написано за активное участие в создании фильма. Вот вам понимание власти, властями, и сегодня она, кстати, есть, профессии режиссёра. Это, то есть режиссёр, это не автор, это такой постановщик. Он пришёл, ведь всё написано, а хорошие артисты хорошо сыграли, да? Такой, полный, полный идиотизм, конечно. А ведь если бы не Леознова, то никаких 17 мгновений просто бы не было. В 1967 году она сняла фильм Тритополя на Плющихе, который сразу выбился в лидеры проката. Так она тогда очень звучала. В мои молодые годы очень много зрителей смотрели этот фильм, очень любили его. Только спустя пять лет Леознова, наконец, нашла материал, который не оставил её равнодушной. Прочитав роман Юлиана Семёнова о разведчике Исаеве, она позвонила автору с предложением написать сценарий. А Семёнов сказал, поздно, Таня, сценарий продан на Ленфильме. На что она ему сказала, верни аванс, этот фильм буду ставить я. Спорить с Леозновой было трудно. И вот Семёнов уже работает над сценарием новой картины. Но Леознова контролирует каждый его шаг, придумывает новых героев, новые коллизии. С того момента, когда она брала какой-то материал, он становился её. Леознова, которая снимала редко, придумала прекрасный коммерческий ход. Она убедила начальство, что это должен быть сериал. Вместо двух серий она просит семнадцать, но сошлись на двенадцати. Гонорар Леозновой увеличился в десять раз. Затем она заявляет Семёнову, что их имена будут стоять вместе, как соавторов сценария. Это означало, что половину своего гонорара Семёнову надо будет отдать Леозновой. Как очень часто бывает и без того во всех смыслах обиженных сценаристов, Семёнов оказал большое такое противодействие. Она, конечно, очень жалела, что с самого начала не поставила такое условие. Больше Леознова почти не разговаривала с Семёновым, а тот практически не появлялся на съёмочной площадке. Оба безумно талантливые, безумно темпераментные. Знаменитую сцену встречи Штирлица с женой Леознова придумала без участия Семёнова. Но тот, уже раскусив её характер, пошёл на хитрость. Она сняла эту сцену и позвала ветеранов разведки. И в тот момент, когда она увидела белые платочки, которые достали люди, потому что они стали рыдать, она поняла, что ей всё удалось. Семёнов был на этом показе. Через неделю в газете под названием «Неделя» появляется рассказ «Встреча Штирлица женой посвящается народному артисту СССР Вячеславу Тихону». То есть Леон Семёнов как бы вдогонку как бы обосновывал своё авторство, боролся за него. После грандиозного успеха фильма, когда составляли список членов группы на получение государственной премии, Семёнова в нём не оказалось. Леознова заявила, что она здесь ни при чём. Леознов сказал, его вычеркнул директор студии. Но в принципе, как бы, это, конечно, её воля. Я думаю, вот она всё-таки обиженная на него. Леознова и Семёнов так никогда и не простили друг друга. Но их фамилии вот уже больше 45 лет стоят рядом в конце каждой части любимого миллионами сериала. Финальные титры любого фильма примеряли всех со всеми. Ведь степень таланта не измерялась деньгами. И выходя из кинозала, зритель или жалел, что заплатил за билет, или оставался доволен тем, что потратил свои деньги не зря. И нам, конечно, лгут, что там тяжёлый труд, кино, волшебный сон, ах, сладкий сон. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. Ах! Фильм, фильм. Фильм, Фильм, Продолжение следует...